Семья. Это про Ивановых из села Никольское. Пятеро детей – мама и папа. Несколько лет назад количество мальчиков и девочек в семье уравняла Кристина. Без труда на фотографии двухлетняя малышка различает своих братьев и сестер. Валерия, Кирилл, Максим и Анастасия. Кристина вниманием в семье не обделена. Пока одни на учебе, а другие на работе. Они с мамой занимаются своими делами. А их у Татьяны не занимать. Надо успеть дома убраться, вещи погладить и приготовить еду. Все-таки многодетная мама – не просто звание. Это еще и большая обязанность. А как быть хорошей мамой? Ну, когда муж поддерживает, дети тоже должны. Дети тоже должны. Тоже меня слушают, они общий язык. Мы хорошо с ними владим. Не было бы такое, что «О, надо, вот хватит. Как же я буду воспитывать?» Все же обычно так говорят. Я этому даже, нет, например, наоборот рада, что тут столько детей. Я сама-то многодетная семина, тоже пятеро было. Дом у вас большое хозяйство, есть детей много. Справляться как? Дети помогают тоже, все хорошо. Дети у нас и на кружке успевают ходить спортивные. Вот два мальчика танцуют, ездили в Кушнаренково. Вот в конце марта собирались ехать лишь в Карлов. Сейчас многодетная мама находится в декретном отпуске, а так более 10 лет трудилась оператором машинного доения в местном сельхозкой оперативе «Заря». Там же механизатором работает ее муж. Виктор имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства. Свою награду Татьяна считает заслугой обоих, ведь воспитанием детей они занимаются вместе. Медаль «Материнская слава» Татьяна и еще более 40 представительниц прекрасной половины из разных уголков Башкирии получили из рук временно исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова. За усердие, трудолюбие и достойное воспитание детей эти женщины в преддверии 8 марта были удостойны государственной награды. Я бы сказал, что вы для нашей республики – это наш золотой фонд. Не только счастье каждой семьи, но и в целом благополучие нашей республики, страны, во многом зависит от вашего труда. В колонном зале нам вручали медали. Нам вручал сам временно исполняющий обязанности президента Радия Хабирова. На последнем мы не знали, кто нам будет вручать. В конце тоже он так речь сказал, что я даже не представлял, что вы такие все молодые, а у вас, оказывается, и 5, и 7 детей есть, и 6 детей, а по вас и не скажут. С района сопровождали нам большое спасибо за то, что нас свозили, что нас поддержали нашу семью, выделили нашу кандидатуру на получение медали. Нужно отметить, что медали «Материнская слава» в этот день получили еще три краснокамки. Их кандидатуры были тщательно отобраны и переданы наградной комиссии. В целях государственной поддержки семьи и материнства, обеспечения общественного признания и высокого уважения к женщине-матери, как и по всей России, в Республике Башкорстан учреждена медаль «Материнская слава». Данной медалью награждаются матери, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, добросовестно и ответственно относящиеся к воспитанию своих детей. В числе награжденных были и многодетные матери Краснокаморского района. Это Иванова Татьяна Архиповна из села Никольское, Кузьмина Ольга Владимировна из деревни Опасево, Менельбаева Юлия Емельевна из деревни Редькино и Сатарова Татьяна Михайловна из деревни Янгознорад. Хочется пожелать семьям, получившим эту высокую награду, благополучия и процветания, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. Напомним, что с 1 января 2019 года размер единовременной материальной помощи многодетным матерям, награжденным медалью Республики Башкортостан, материнская слава составляет 17 241 рубль. Также эта награда дает право получить звание ветерана труда при наличии трудового страхового стажа для женщин не менее 20 лет.